Одну хвилинку, одну хвилинку, не менее долго. Сейчас хочется... Нет, дай Павел скажи, если хочешь мне что-то сказать на мою... Одну хвилинку, не долго, пока перейти на другую тему, добра? Да, просто на пункт того, что было подписано меморандум в Ливне о неком одинстве, и некоторые не долучились до этого проекта, то есть, на мою думку, то, что было подписано в Ливне, имело символичное значение, тому некие конфликты были покинуты. Але, як только справа, прогадайте, доходя до практичных моментов, як только подписываются некие домовленности про коалиции, про союзы, про одинную стратегию, як это было в 12-м логе. Але, як только доходя до практичного выконания, наступают распады коалиции, как только в Ливне уступают певные гроши, альбо певные финансовые проекты, начинается перетягнение этих сроков с одного боку на другие. Остаются новые конфликты. Выборы 12-го года скончились чем распадом коалиции, распадом этих принциповых деклараций, которые были подписаны, что в выборах оппозиция не будет отдельно, а лучше спокойно будут выполнены певные потребования. Эти потребования не были выполнены. А меньше организации, которые мы ведем, говорили правду, и «Рук за свободу» почали удержать в этих выборах. Что свечит с тем, что не до конца представники оппозиции готовы выполнять свои властные обязанности, свои и те декларации, которые подписали. И это основная проблема – отсутность отказности, на мою думку, и отсутность неких певных кроков, осуджения с боку іншей частки белорусского громадства, дочинениями до этих лидеров и организаций. А это, условивши руку, вплывая на ослабление авторитету оппозиции, на это умасовое расчарование белоруса, что говорят и что делают представники оппозиции. На мою думку, даже если бы байкот, если бы целковитый неудел, был бы сделан всем разом, всеми разом, всеми представниками оппозиции, это принесло, даже, что это не поплывало на правные политические выники, а ли авторитет оппозиции, у громадства, прежде всего у громадства, и прежде всего у демократичной супойности, вельми мощно бы узнялся, а этого не отбылось. И вот именно принцип отказности, за то, что оппозиция робит, и за то, что она окажется, и он повинен быть принципово и стоять на первом месте. Павел, саппом потерявшегося ваше, как я, слово про принцип отказности, я только хочу одного доклада не изробить, что в Ленинском меморандуме не был декларации про объединение оппозиции. Мы, ну, сворозые люди, и разумеем, что это просто, ну, по замерзжаме морщины стел, так сказать, может быть, только Господь Бог это мог поздравить. Мы это не можем поздравить. Это был документ, который декларовал только готовость всех этих субъектов, которые и подписали, оборонять и подтримливость, незалежность Беларуси. Вот на этом головном, головном, что мы хотели объявиться, добавшись, и, ну, были пълны там расписаны, так само оппозиции. И, в принципе, я сказал бы, что, коли говорить про эту тему, то, ну, мы бажим, что субъекты, ты, який выгодный меморандум подписали, они прытрымливаются этой позиции. Ситуация с этими базами, с базой показала российских, навык, скажем, Андрей Сальников, який не подписал, Гелинский меморандум, на фолькте, вот, мы бачим его выступы, и он так само, то есть, выступает за это. И, иншая, иншая справа, что, нелега, как бы, когда говорить про Раду ВНР, мы не можем потребовать от политичных субъектов, тык, иншых, хорка, наш принцип, вогули, не умешиваться у, цикучую, так сказать, политику, у межпартийные конфликты, шаго, от нас, часом, хотели, и, цапер, хочется, так сказать, выступать неким арбитром, у неких спрэш, сэля, так и не было, и не будет, и это наша функция. А я, вот, на этой позиции незалежности, узяць, вот нам не удалося, межвыншим, уже скажу, нам, на жаль, не удалося взяць подпис Калякина. Лидера былой коммунистичной партией, теперь партия «Справедливый свет», мы думали, что все ж таки он подпишет, и он не подписал, и, ну, гэта пэвная проблема, я, наприклад, не упомин, что в полной ситуации узь гэтая партия будет выступать за незалежность Беларуси. Правильно сказал Павелусам, что гэта узнажны ступени символ. Ну, час им символи, божыцци, значит, вельми шматками, мы башим, я просто брутально... Сведомости нации, символи. Так, как брутально караются тих людей, молодых людей, які у Менску, у инших городов, местных, и Беларуси, выходят с Белшавроноговым стяхом, символи, так? Ну, разумею, что символи важны. Я жюю вам тоже хотела дать. Мы чешемся, что мы были удольны коммуниковаться зущими, зущими беларускими силами, які мають, падзирают нашу мету у незалежности Беларуси. Я хотела бы сказать так само, что мы не только символи. Мы символи, символичная наша роль велими важная. И была бы еще важнейшая, калиб нечто сталося незалежности Беларуси. Але тут не угадываю справа. Мы так само użyваем нашу роль як ураду навигнанню, каб баранить незалежность Беларуси навигнанню, и каб знаходзиць між чужими краинами, чужими урадами патрынку для беларускай оппозиции, для беларускай народу, а дрожниваючи его на каждом кропу, а у владау от Лукашенки. Это значит, что мы у весь час робим, уже был слово, я не знаю, что это в раду, или на жене, лоби. Мы у весь час лоби за беларускую незалежность, за прави беларускай народу, за добра битвы беларускай народу, за будущую беларуси. И это я хочу, чтобы вы это видели, что мы никогда не спиняемся ни в одного момента в этой праце. Эта праца наша есть штабная. И я думаю, что шмат удача, что были забыты за эти годы, были дякуючу нашему голосу. Нас чужуючь на чужине, и мы боролим Беларусь. Беларускай народу. Дякую всем. Великой добрый рассказ. Добрый рассказ. Мы помыли, что едем на замы ваше выступление. Будем на сузе еще четыре дни, так что будет час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова